Добрый вечер, смотрите третий канал программу главная тема в студии Владимир Соловьёв. В последние месяцы резко сократилось число клиентов частных клиник. Эксперты связывают это с отказом многих организаций продлевать своим сотрудникам корпоративные медицинские страховки. Косметологам и стоматологам уже не нужно записываться заранее. Очередей нет. Но кризис это не повод терять лицо. Как выражаются американцы, в наше непростое время нужно выглядеть на миллион долларов. На что готовы наши граждане ради красоты и успеха в репортаже Александра Анасовского? Казалось, что экономические проблемы, кризис заставят женщин меньше тратить на поддержание своей красоты. Но не тут-то было. Например, в США, по оценкам аналитиков, прибыли косметических компаний серьезно выросли. Только за прошедшие полугодия индустрия красоты заработала миллиарды. В магазинах и салонах появляются новинки, пользующиеся особым спросом. Последний писк, омолаживающий крем, стоимостью тысячи долларов за 50-миллилитровую баночку. Или духи в хрустальных флаконах от Сваровски всего за 620 долларов. В России пока все скромнее. Хотя в специализированных клиниках по-прежнему клиентов много. Алло, да? Я вас слушаю. Добрый день. Пожалуйста, ближайшая консультация, возможно, во вторник. Лолита пришла на довольно болезненную процедуру, потому что боится потерять работу. Говорит, начальству нравится, когда сотрудники хорошо выглядят. Вы пока работаете? Пока работу не потеряли? Нет, пока работаю. И надеюсь, что не потеряю. Даже если потеряю, все равно найдет средства, чтобы ухаживать за своей кожей. Потом возраст тоже имеет значение. Ну, а начальники, в общем, как-то... Начальники только приветствуют. Посетители салонов красоты теперь не только женщины. Почти половина клиентов – мужчины. Есть среди них и безработные. Некоторые платят чуть ли не последние деньги. Красота любой ценой. В России, как, впрочем, и во всем мире, работодатели потенциальных сотрудников оценивают по одежке. Болезненный вид – по-прежнему плохой аргумент. Первое впечатление, оно всегда очень важно. И если человек неухоженный, допустим, приходит, обращается, да, к работодателю за работой, то первое, что он подумает, что если человек за собой не может ухаживать, то он, в принципе, наверное, безответственный. Потому что ум – это уже второе, это вторичное, да, когда с тобой человек разговаривает, он уже понимает, знаешь ты свое дело или нет. Но, как бы, второй возможности произвести первое впечатление обычно не бывает у человека. И все же клиенты теперь стали более экономные. Дорогостоящие пластические операции – редкость. Врачи не скрывают, если кризис затянется, то и их бизнес скоро может прийти в упадок. Ну, мне кажется, что все-таки может быть такой средний класс, ближе к эконом-классу, у которых вот ограничен бюджет, и они тогда уже не приходят к косметологу на уход. Потому что это достаточно дорого стоит и должно проводиться курсом. То есть каждую неделю она должна приходить и оплачивать услугу косметолога. И вот косметологи говорят, что такого класса услуги, они, конечно, меньше стали постребованными. Вот. Ну, некоторые женщины рассказывают, что у кого мужей сократили. Вообще многие частные медицинские учреждения, представляющие пациентам качественное лечение, сегодня с трудом сводят концы с концами. Сокращаются инвестиции. Некоторые клиники попросту разоряются. В первую очередь это происходит из-за того, что многие фирмы, в том числе и крупные компании, которые оплачивали своим сотрудникам медстраховки, теперь от социальных пакетов отказываются. Между тем, экономические трудности ведут к обострению болезней, связанных со стрессом. Получить грамотное лечение все труднее. Физические лица, то есть люди, которые имели деньги и сами хотели попасть в такие клиники, не имели этой возможности, потому что им говорили о том, что, извините, мы принимаем только корпоративных клиентов. Вы нам невыгодны. Нам гораздо больше платят крупные компании. И это была существенная дискриминация на самом деле. Так вот, сегодня клиника стоит перед выбором. Либо она начинает работать с физическими лицами, либо она просто терпит банкротство, потому что больше таких легких денег, которые сами приходят к ней, и которые, большей частью, остаются у нее уже, этой ситуации больше не будет. Но это не повод для того, чтобы говорить о кризисе частной медицины. Это повод говорить о том, чтобы она, наконец, стала цивилизованной. Но одна медицинская услуга в России традиционно пользуется спросом. По оценкам ООН, наша страна занимает первое место в мире по количеству добровольно прерываемых беременностей. Прогнозы неутешительны. По оценкам врачей, экономическая нестабильность приведет к росту числа абордов на 12%. Александр Аносовский, Владимир Лапешкин, Владимир Годунов. Главная тема.